Сегодня у меня будет опять челлендж 24 часа. Правда, сегодня будет челлендж 24 часа в одном цвете. И знаете, какой это цвет? По-моему, скинул понятно, что синий. Что ж, первым делом давайте-ка обустроим дом. У меня дом уже есть, и там, в принципе, есть у меня комната, которую я переобустраивать не хочу. Она и так прекрасная. Коты синие. Тут есть только синяя кровать и синие коты. Но нам не подходит. Нам нужно, чтобы комната была синей-синей. Поэтому вот комната, которая была все время в моем доме. Вот она. Просто я ее никак не использовала. Ой, фонарь сломали немножечко. Ладно, уберем все предметы. Этот тоже уберем. И мы сломали пол дома. И для начала давайте поменяем пол и стены. Пол я хочу сделать из искаженных досок. А стены, скорее всего, из бетона цветного. В принципе, можно взять такой, чтобы не сильно резало глаз. Хотя это не синий. Давайте возьмем голубой. Это все-таки ближе родственник к синему. И так я перестрою вот так все стены. В принципе, нам повезло. Потому что эти фонари морские, которые здесь вместо освещения используются. Можно сказать, синие, ну, голубые, скажем так. А нам можно использовать как раз все синее и голубое. Да и бирюзовое, думаю, тоже можно. Так, ломаем все. И ставим. Также сегодня нам надо будет поесть. Еще какие что-то поделать. Короче, очень много всего. Но мне осталось совсем немного. Потому что стена вообще... Тут комната вообще не очень большая. Просто я ее строила, чтобы дом выглядел как-то нормально. Ой. И, наверное, я окна сделаю потом побольше. Да, и окна мне придется переделать. Потому что ей надо будет сделать окна синим стеклом. Мы тут сделали проход в мою комнату другую. И, кстати, получили такой синий флаг с узором Крипера. Думаю, его можно будет использовать. Что ж, надо добавить какого-то освещения. Но, к моему счастью, есть синие факелы. Факелы с огнем душ. Они, конечно же, освещают в раза два хуже, чем обычные факелы. Но что делать, если челлендж запрещает использовать другие предметы? Хоп-хоп. Все, теперь давайте поменяем полишку. Пол у нас будет из таких, скорее, все-таки бирюзовых. Но приятного цвета досок. Они как бы такие, вроде бы синие, но вроде бы и бирюзовые. И это прикольно выглядит. Что ж, со сменой стен и пола мы уже справились. Теперь решим проблему с освещением. Что-то оно совсем не освещает. Поэтому возьмем наш красивый блок свечащийся, который находится в крепостях морских. Я не помню, как он называется. Но мы сейчас его найдем и посмотрим. Так, что-то его нет. Вот, морской фонарь. Я совершенно забыла, как он называется. Но освещает он довольно неплохо. Поставим его тут внизу. Он и мешать не будет, и как бы освещает. И красиво, стильно, модно выглядит. Поставим еще туточки. И все. Давайте теперь обустраивать саму комнату. Кстати, наверху тут еще темно. Было бы неплохо наверх повесить фонарь. А то мало ли что. Они вообще не освещают. Что за ужас. Ладно, у меня есть идейка. Поменяем потолок. Ох, этот звук ломания блоков. Все, нормально. Теперь давайте обустроим. Для начала мне, чтобы жить, просто нужна кровать. Поэтому возьмем синюю кровать, в принципе, и поставим сюда дыньки. Дальше было бы неплохо иметь какую-то полочку рядом с кроватью. Но я не знаю, что может... О, шалкеры нас выручают. Берем шалкер, ставим, и все, полка. Так, я еще хочу заменить стекла. Потому что я хочу себе в доме все синее. Поэтому я сделаю, наверное, синие даже стекла или голубые. Сделаю голубые, более светлые. Потому что как-то очень темно все получаться будет. И даже какие-то такие панорамненькие сделаю. Или это нельзя панорамные называть. Ну, короче, я большое такое окно сделаю. И флаг с крипером возьму, бирюзовое знамя. И повешу так, как будто бы это с занавески. В принципе, уже выглядит прикольно. Но нам нужен еще шкаф, чтобы туда складывать одежду. Опять шалкера в помощь. Я возьму два голубых. Мне почему-то этот цвет тут сейчас, чтобы поставить, именно больше будет нравиться. И на шалкера мы поставим стойки для доспеха. И нам повезло, потому что в Майнкрафте есть такая штука, как алмазная броня. Ой, надо на шифт сесть. Ой, ой, ой. Так, садимся на шифт. И аккуратно пытаемся ровно поставить. А, хотя можно без шифта даже вот так. Просто на стену оно падает. Все, и сюда можно алмазную броню вешать. Конечно, бы не очень хотелось целые дни в алмазной броню ходить, но не важно. Также для красоты я поставлю свечки. Оп-оп-оп-оп-оп. Где-то тут в уголке четыре свечки. Ой, в коридоре еще поставила. Ой, ой. Мэджик. Все, сломали свечку. И что у нас еще из синего есть? Ничего. Вода. Аксолотли. Броня. Что вообще можно еще в дом добавить? Ну, в принципе, я сейчас смотрю в свою комнату и понимаю, что мне нужен стол. Ну, впихнем как-то. Лишь бы были ступеньки из этого дерева. Нет. А, да, есть искаженные ступеньки. Это очень для меня хорошо. Берем эти искаженные ступеньки, ставим и получаем какую-то фигню. Надо зарыться под землю. Оп. Нет, слишком сильно. Оп. 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 Да, блин. Да. Фух, фонарь у меня есть. Так. И пытаемся вот так вот как-то поставить. Получилось? По-по-по-по. Получилось! 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 Вы это видели? У меня получилось эту штуку поставить ровно. Эх, ух. Что ж, ставим обратно искаженные доски. Будто бы ничего не было. И мы получили такой эффект стола. И поставим еще тут стул. Я не знаю, нормально. Ну, можно стул так поставить. Ну, можно вообще сидим, уроки делаем. Будем круто сидеть. Ну, в принципе, синяя комната получилась очень даже неплохая. Я бы даже сказала, мне нравится очень. Тут светло. Я думала, выглядеть будет хуже. Что ж, я уже проголодалась. Так что пойдемте... Свечка ты! Что это за магия? Какие-то хакерные свечки начали делать. Так, я пойду в ресторан поесть. Как, кто из вас помнит хоть одно синее блюдо? Я ноль. Не помню вообще синее блюдо. Ну, даже не знаю. Даже скорее фиолетовое можно вспомнить. Так это... Фиолетовое блюдо, это, можно сказать, зачарованное яблоко. Оно же как бы фиолетовое. Кстати, надо будет посмотреть еще какие-то штучки в магазине. А еще возьмем себе питомца. После того, как позавтракаем. Если так можно сказать. Что ж, пойдем в ресторан. И... Та-да! Там, блин, эффекта должна была зайти. Так вот, та-да! И на кассе никого нет. Так что идем на кухню. Сразу же заказывать с кухни. Хотя, может быть, соплю... Украдем у них немножечко. Так, смотрим. Вау! Сколько тут синей еды! Прям еда на 100 баллов. Прям я не знаю. Это синяя еда? Я не думаю. Это не синяя еда. Что мне придется есть на завтрак? Зелье подводного дыхания, ночного зрения. Ну, давайте-ка лучше я выпью, если честно, подводного д-д-д-дыхания. А, это ночное зрение? Ну, не важно. Уху, я выпила. Теперь я в ночи все вижу. Ладно, пойдемте в магазин. Это будто бы зелье скорости. Ну, нет, это же зелье ночного зрения. Ладно. Пойдемте в магазин... Пойдемте в магаз... Пойдемте в магазин. Да, все, мы зашли в магазин. И тут посмотрим синюю еду. Есть ли тут синяя еда? Синей еды тут... Найн. Нету тут синей еды. Походу, сегодня я останусь голодной. Ой, панда, приветик. Так, посмотрим. На втором этаже есть куча кроватей, шалкеров. Но мне это не нужно. Я уже обустроила свой дом. И тут вроде бы как больше синих вещей нету. Значит, поднимемся на третий этажочек. Хоп-хоп-хоп. И тут продаются невозможные блоки. Блоки портала с эндерглазом, без эндерглаза. Что хотите, выбирайте, только ничего синего, кроме баннеров, этих сломанных свечек, почему-то, которые лагают, и пант, и аксолотлей. Ничего нет. Еще цветы есть. Хм. Что ж, давайте найдем себе питомца. Я знаю, кто мне может подойти. Это кот и собака. Но вы скажете, они же не синие. А у меня коты очень даже синие. А собак я синих сделать смогу очень даже просто. И я вам сейчас это покажу. Так, где у нас найдем-ка волка, волка, волка. Где волк? Гаст. Вызыватель. А волков нет. Скелет. Да где волк? Медведь. Да дайте волка обычного. Вот волк. И нам понадобится косточка, рыбонька. Все, все, все самое натуральное. Все самое вкусняшка. Я, конечно, косточки не пробовала, но думаю, они прямо... Ничего вкуснее в мире нет косточек. Так, да. Так. Спауним кота. И пока он не свалил. Сырой лосось, сырой лосось. Да как? Штоп! Кота! Ладно, и беги себе. Приручить, 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 приручить. Садись. Садись. И он становится красным. Но если взять... Краситель. Где краситель? Краситель, краситель, краситель. Мы возьмем синий и голубой. Просто попробовать. И окрасим. Ой, какой-то он зеленый. А лазуритом окрасим. Ну, хотя бы чуть-чуть больше на синий похоже. Коричневый плюс какой будет синий, я не знаю просто. Окей, нам подходит так. Такой вот черно-синий пес. Кот, подожди, подожди. У меня рыба есть. Рыба, рыба. Видишь? Я не опасная практически. Правда, прибить случайно. Вот коты пошли наглые. Как бы этого кота забыли кодировать, чтобы он хотя бы 3 секунды не мог убежать? Хопа. Хопа. Да как тебе? Ладно. Попытка номер 124. Ой, прости, котик. Ну, у меня есть приручить, приручить. Фух, кормить. Ура. Окрашиваем тебя. О, голубой ты очень даже миленький. Ммм. Так, ну котеночек. Что ж, теперь у меня есть два верных питомца. Пускай остаются в магазине. Хм, чем бы еще можно заняться? Думаю, что у меня больше в деревне практически ничего нет. Давайте вспомним что-то еще синее, что есть в Майнкрафте. Вода синяя. Можем пойти на речку искупаться. Не запрещено нам. Ммм. Как-никак вода синяя. Можно еще броню, доспехи сделать синие. Можно, но не нужно. Ммм. Что еще? Не обращайте внимания. Это не алмазы. Это уголь. Просто у меня датапак еще с позов прошлого видео. Я не помню. Уху, давайте купаться в речке. Уху, следующее видео 24 часа купаюсь в речке. Что ж, ребятки, 24 часа подходят к концу. Я выпью свой ужин в виде подводного дыхания. И всем пока-пока!